приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня хочу зачитать несколько историй которые рассказывают путешественники впечатлениях на дикой природе ничего не сравнится с тем чтобы собраться у костра под звездами с друзьями и семьей или отвлечься от стресса в повседневной жизни а также рассказать пару хороших страшилок но что если окажется что таких историй достаточно много а некоторые из них правдивы туристы кемперы и рейнджеры из reddit которые отважились отправиться в лес рассказали 15 таких настоящих страшных историй несколько лет назад я плавал на каное в пограничных водах с несколькими друзьями через пару дней нашего путешествия по крайней мере в двух днях гребли от ближайшей точки входа мы нашли самый жуткий кемпинг на острове повсюду валялась совершенно новое брошенное походное снаряжение например спальный мешок и коврик для кемпинга по всей территории лагеря в землю были воткнуты палки с обугленными концами в остатках костра была сильно обуглившаяся зубная щетка а также остатки бумажника очков документов и кое-какой одежды самое жуткое было на краю где между несколькими валунами были зажаты рога лося которые были по кругу усеяны обугленными палками мы убрались оттуда как можно быстрее до наступления ночи одна из самых жутких вещей которые я когда-либо видел это походило на сцену из фильма ужасов друзья попрошу нажать колокольчик подписаться на канал поставить лайк этому видео заранее благодарен следующая история идеальный круг я путешествовал с рюкзаком по дикой местности д арту в начале 2000-х годов со своим хорошим другом за три дня похода мы видели только еще одну пару людей на третью ночь около четырех часов утра мы проснулись нашей палатки от от чего-то что звучало как крики в лесу громкие и гортанные вопли очевидно мы были напуганы сидя в палатке и не зная что там происходит примерно в 15 минут мы начали слышать звуки похожие на оклик за которым последовали тяжелые шаги вы для нашего лагеря мы с моим другом начали кричать и поднимать много шума и суматоха за пределами палатки постепенно прекратилась утром после того как мы совсем не спали мы расстегнули палатку и увидели жутчайшую сцену вокруг палатки были буквально тысячи маленьких камешков которых не было накануне вечером палатку почти идеальным кругом окружали 20 валунов весом от 150 до 300 фунтов мы с моим другом сбежали оттуда превратив трехдневный поход в практически час бега до нашей машины третья история услужливый незнакомец когда мне было около 18 лет мы с несколькими друзьями отправились примерно в семичасовую поездку в национальный лес опалачикола вблизь талахаси во флориде мы собрались устроить небольшой автомобильный кемпинг выпить несколько ледяных коктейлей поэтому мы не хотели чтобы нас беспокоили какие-либо парковые рейнджеры поэтому мы заехали как можно глубже в лес добравшись туда мы разбили лагерь я со своим парнем решила немного исследовать местность поэтому мы прошли около 100 ярдов от нашего участка обратно к главной дороге и увидели другую тропинку прямо напротив нас и пошли пешком мы сразу же начали видеть признаки того что кто-то жил в этой местности какое-то время большие мешки с мусором и тому подобное для нас это должно было стать знаком чтобы повернуть назад но как всегда понимаете в 18 лет как будто ничего не может причинить нам вреда и так мы добрались до кемпинга какого-то пожилого белого человека живущего в своем фургоне натянутые веревки для одежды места для отдыха вокруг и большая великолепная собака я думаю что это была порода золотистого ретривера мы попытались остаться незамеченными но этот человек начал с нами говорить он был достаточно дружелюбен и спрашивал нас откуда мы пришли а также рассказал о нескольких интересных местах в парке которые стоит посетить мы проболтались с ним минут десять и отправились в асфояси я продолжала думать про себя как странно что он рассказывал нам о расстоянии в шагах они измерял их ярдами или милями наш остальной кемпинг прошел очень неплохо и мы вернулись в наши палатки после чего уехали домой однако прошло два месяца и мой приятель позвонил мне поздно ночью и сказал включить телевизор и посмотреть новости почему-то я согласилась и включила телевизор по телевизору показывали этого человека который жил в том фургоне также показали его собаку золотистого ретривера которого мы хорошо запомнили этого человека звали гэри майкл хилтон и он был осужден по меньшей мере за четыре убийства он похитил и убил девушку на кровавой горе штата джорджия а также пожилую пару в фазге в северной каролине и девушку в аппалачиколе в том самом кемпинге вскоре после того как мы уехали в тех же самых местах о которых он нам рассказывал мы обратились в полицию и даже были вызваны фбр позже мы участвовали в расследовании и указывали на каждое место где мы когда-либо были в том месте были найдены останки людей следующая история таинственный спаситель когда я был ребенком моя семья разбила лагерь в алгонкин парке в онтарио мы часто совершали дневные походы с нашей собакой собака была очень быстро и бегала вверх и вниз по тропе взад и вперед между моими родителями и моим братом и мной эта тропа закончилась усмотровой площадке мы с братом остановились пробоваться видом а через несколько секунд появилась моя собака которая бежала на полной скорости он попытался остановиться но инерция увлекла его прямо за край и мы испугались наша собака только что упала со скалы и это было падение с высоты 50 или 60 футов я рискнул подойти краю чтобы посмотреть но моя собака каким-то образом приземлилась на один выступ который находился примерно в десяти футах ниже она находилась там и мы не знали что делать любое движение и моя собака могла бы упасть вниз это была очень плохая ситуация откуда ни возьмись на тропе позади нас появился турист с полным альпинистским снаряжением алгонкин это не тот район который славится скалолазанием я никогда не видел никого ни до ни после со снаряжением на этой тропе этот парень похвастался что спас мою собаку собрал вещи и уехал он даже не задержался не на минуту достаточную для того чтобы поговорить с ним или хотя бы сказать свое имя по сути он появился неоткуда и также быстро исчез следующая история камни брошенные в палатку однажды я отправился в поход в национальный лес альгейни мы с несколькими приятелями сидели у костра и несли всякую чушь когда прошло немного времени мы поняли что что-то приземляется на землю вокруг нас оказалось что в нашей палатке и в костер к нам бросали камни ничего слишком странного возможно это были какие-то хулиганы в соседнем кемпинге но осмотревшись вокруг мы ничего не увидели и никакого либо присутствия не было в любом случае в конце концов это прекратилось и мы разошлись по своим палаткам несколько часов спустя мы услышали этот пронзительный шум похоже на женский крик и топот шагов который проходил через наш кемпинг как будто кто-то пробежал возле наших палаток излишне говорить что это был довольно тревожный опыт но больше мы на это место не приезжали следующая история стикмены 6 часов ходьбы через густой кустарник до ближайшей проходимой дороги нам было по 14 и 15 лет мы ходили в кемпинг с двумя товарищами бойскаутами и взрослыми мы разбили лагерь на ночь поужинали холодным ужином потому что было слишком сыро чтобы собирать дрова и все равно легли спать мы были очень уставшие в лесу как вы знаете тоже слышны звуки лягушек сов насекомых и возможно мелкой дичи мы своим соседом по палатке проснулись в одно и то же время может быть в часа три ночи и ничего не услышали снаружи была абсолютная тяжена напрягающая слух как будто голову обернули шерстяным одеялом через несколько минут насекомые снова начали чирикать и мы вернулись ко сну проснувшись утром мы обнаружили что пять сосен окружавших нашу маленькую поляну были соединены форме звезды образованными линиями каждый из них был прикол от человечек из палочек как фильме ведьма из блэр все были очень удивлены и напуганы в эту историю до сих пор никто не верит конечно кто поверит словам двух детей с этого момента я больше никогда не ходил в походы потому что очень этого боюсь вот такие вот странные истории среди то если вам нравится это видео поставьте лайк напишите комментарий что вы думаете по этому поводу были ли у вас подобные случаи на природе с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки до встречи в следующих видео спасибо за просмотр! Продолжение следует...